Добрый день! В эфире программа «Союз нерушимый» из студии Азиз Агаев и Светлана Занько, подчеркиваю с ударением. Да, Светлана Занько. Еще раз напоминаем для тех, кто еще не понял, Владимир Сметанин возглавляет радиостанцию «Звезда», трудит станцию в Кутилице. Пошел наш друг на повышение. Да, и поэтому сейчас проект, который Володя вел, переходит в другие руки. Мы, кстати, раскроем, может быть, небольшой секрет. Мы находимся в процессе поиска пары в эту программу для Азиза Ильича. Будет строгий отбор. Но пока что и с большим удовольствием за этим столом я. Представим наших гостей. Прежде чем представить наших гостей, мы, наверное, скажем, что мы все-таки записываемся с этой передачей. И я думаю, что подслуживатели отгадают, к чему мы посвящаем нашу передачу. Особенно учитывая, что программа выходит 8 марта все-таки в эфир. Да, но это уже серьезная подсказка, но, тем не менее, вдруг кто-то еще не догадался. Поэтому я, с вашего позволения, вот смотрел, как относятся люди на севере, на юге к этой теме. И оказалось, встретился с двумя такими интересными стихотворениями. Они короткие, если вы позволите, значит. Кто же вам запретит в вашей-то программе, Азиза Ильича? Да, вот видите. И вот стихотворение Великого на семи. Как ни странно, очень верующий человек, великий поэт. И слушаем стихотворение. От алых губ твоих нисходит благодать. Так твой сияет лик, как солнцу, не сиять. От твоего лица полуденное солнце Заимствует свой свет, чтоб над землей блистать. Кто взглянет на тебя, сгорит от любви. Но лучше нам от любви сгореть, Чем от тоски увять. Твой стан чудесный ствол, Чьим маслом благовонным Не всем из нас дано. Светильники питать, из рук твоей любви Взять и пригубить чашу И пасть к твоим ногам. Вот мне о чем мечтать. Кто левое свое на правое меняет, Мне ж нечего менять и не на что менять. Твоих сетях моя душа, как птица бьется, Освободится вдруг и пропадет опять. Твой каждый завиток Струи да благоуханье, Но на семи его не суждено вдыхать. Это южный поэт. И я подумал, а кто похож на на семи в русской литературе? И вот он тютчев. Я очи знал, о эти очи, Как я любил их, знает Бог. От их волшебной страстной ночи Я душу оторвать не мог. Непостижимым этом взоре, Жизнь обнажающим до дна. Такое слышалось о горе, Такая страсти глубина. Дышал он грустный, углубленный, В тени ресницы ее густой, Как наслаждение утомленный И как страдание роковой. И в эти чудные мгновения Ни разу мне не довелось С ним повстречаться без волнения И любоваться им без слез. И вот очень похожие, вот с моей точки зрения, два очень похожие стихотворения. И, наверное, уже можно сказать, что передача посвящена празднику женщин, а вообще женщинам. И я уже первый хочу поздравить женщин с этим праздником. Вот к чему все шло. Он хотел первый поздравить с праздником. Анастасия, и вас тоже поздравляем. Да, и мы представляем наших гостей. Сегодня у нас в студии наши старые друзья. Да, священник Василий Песцов, священник Рама Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища. Здравствуйте. И еще один наш друг Нур-Ислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Здравствуйте. Вот как интересно мы здесь собрались и начали уже дискуссию до записи этой программы. Дискуссия посвящалась самовозникновению вот этого международного женского дня. Да. И мы, понимая, что мы все-таки по хорошему поводу собрались, все улыбаемся тут. Я с удовольствием принимаю тоже поздравления за неделю до праздника практически. Да, Статана, вас мы особенно поздравляем от лица трех участников. И это очень приятно. Это очень приятно. Напоминаю, что это запись программы. Мы записываемся как раз за неделю до 8 марта, когда вы ее слушаете. Но все-таки мы заговорили об этом празднике и о его истоках. И поняли, что нужно собственную позицию каждого из нас по поводу этого праздника выразить. А позиция у нас не совсем чтобы одинаковая. Но почти совпало. Но в итоге мы сошлись, что праздник должен быть. Праздник должен быть. Давайте поговорим тогда про сам праздник. Разрешите, я тогда первым начну. Да, отец Василий. В православии отношение к этому празднику неоднозначное. Это было связано с тем, что изначально этот праздник, возникший в начале 20 века, он возник на тех основах, которые прямо противоположны православному воззрению на женщин. И возник как праздник тех людей, которые наоборот противопоставляли себя православной церкви, противопоставляли свою деятельность воззрению церкви на женщин. И неудивительно, что потом, когда этот праздник стал очень почитаться и в Советском Союзе, для православного человека достаточно сложно было его принять как свой такой живой праздник достаточно близко к сердцу. Но так уж получается, что ментальность нашего народа, сформированная, конечно, православием, она любой праздник, который попадает к нам в руки, даже если он имеет совершенно другое происхождение, делает, претворяет в совершенно ином свете. И праздник, который раньше был праздником борьбы за женские права, борьбы за независимость от влияния мужчин, за исключительное равенство женщин и мужчин в всех аспектах жизни, он стал праздником женщины, праздником заботы, праздником любви, праздником материнства. Именно здесь, именно в России. Именно в России, да. На территории бывшего Советского Союза, так скажем. Как говорил один из философов православия, это такой рассол, что туда любой огурец попадает, становится соленым. То есть мы изменили этот праздник. И сейчас, безусловно, он не носит того негативного наполнения. И вот в том виде, в котором он есть сейчас, он принимается во внимание, почитается многими православными. Я сам собираюсь на этот праздник подарить цветы своей супруге и своим двум дочкам, дабы они тоже помнили, что они будущие матери, будущие родительницы своих детей, воспитательницы своих детей. И наше поздравление. Мы в детстве называли это мамин день. Точно. И сейчас так, кстати, в садике так и называется. У меня внучка ходит. То папин день 23 февраля, а теперь мамин день. Вот это, кстати говоря, история про папин и мамин день, про смешение праздников, про изменения и коннотации, которые приобретают праздники. Сейчас меня немножечко в каких-то аспектах даже расстраивает. Потому что у меня, конечно, трепетное отношение к 8 марта точно так же, как и к 23 февраля. Лично мое отношение позитивное к этим праздникам, потому что это воспоминания детства, это папин и мамин день именно так. А уже на вторых ролях день защитников отечества, день равенства, борьбы за права женщин и прочее. Международный женский день. Папин и мамин день. Тем не менее, вы знаете, когда рухнул Советский Союз, и вот эта коннотация негативная для православной церкви ушла от 8 марта, потому что понятно, что коммунизм, коммунисты, прежде всего коммунистическая партия боролась с церковью какое-то время и очень жестко, достаточно жестко, то мы, окунувшись в международную тематику, стали приобретать какие-то новые праздники, которые приходят из других календарей, можно сказать. Там есть День Отца, День Матери, я до сих пор не могу запомнить, в какие они там дни. Но вот эти уже новые праздники, День Отца и День Матери, стали бороться с нашими праздниками 8 марта и 23 февраля. Да им пока слабо, Светлана. Ну, чувствуете это? Ну, не, вообще не чувствую. Чувствую совет отцов какой-то непонятный или совет... Куда вас не пригласили, наверное. Да, честно говоря, даже непонятно. Судя по тому, как резко вы высказываетесь. Нет, такого праздника, День Отца. Но День Матери еще, еще. В общем, моя позиция понятна. Я за 8 марта. Я считаю, что праздник должен остаться и праздновать именно его мы будем как праздник женщины, женский день. Да, ваше мнение в Ростовом Хаджик. Ну, что ж, послушайте мнение старого ретрограда. Как-то раз иду я по театральной площади, никого не трогаю, как обычно. Иду, перед 8 марта как раз было, и меня поймало наше кировское телевидение и предлагают мне поздравить женщин с 8 марта. Или я глубоко задумавшийся был, или все-таки ретроград на самом деле. Я сказал, не буду. Все, как? Я говорю, а что ж вы? Почему вы хотите ущемить права женщин на их достоинства в семье? В остальные 364 дня. Как так? Не буду, говорю. Я женщин люблю весь год, готов носить на руках своих близких весь год и дарить им подарки, независимо от праздника, весь год. Чего ж вы их ограничиваете? Говорить хорошие слова тоже весь год. Это часть обязанностей мужчины. Иначе суп он получит явно не в особенности. Это выгодно. Так вот. Выгодно это делать весь год, Азиз Салевич. Конечно, да, конечно. Давайте вдохнем маленько смысл в праздник. Как, например, 23 февраля. Это не просто праздник мужчин. Это праздник любви к родине. Так? Да, скорее всего так. Защищает родину от любви к ней. Как сказал богословенный пророк Мохаммад. Хуббуль ватани миналь иман. Любовь к родине от вашей веры. Точно так же давайте вдохнем праздник 8 марта. Смысл другой. Обратите внимание мужчин на то, какой подарок Всевышний сделал для них в виде женщин. Процитирую. Естественно же, великое, единственное священное писание в неизменном виде. Священный Кур'ан. Стоит Азибилляхи. Ва мин аятихи ан холякулякам мин анфусикам азвадян ли таскану илэйха. Ва дя'аля байнакам ваддатаму ва рухмах. Инна фи далека ла аятилля кавуми я тафаккярун. Садак Аллаху Аля Азим. Что означает? Среди его знамений, то есть знамений Всевышнего, то, что он сотворил для вас самих жен, из вас самих, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Кто из мужчин готов отказаться от такого подарка Аллаха? Мужчина ли он? Молчание какое-то тут вообще и в эфире, и на улице после такого вопроса. А мужчина ли он будет тогда? И мы должны помнить об этом подарке Всевышнего круглый год. Потому что есть, конечно, люди с юмором говорят, конечно же, обращаясь к женщинам. И с вами невозможно, но и без вас никак. Да. Сделать просто небольшой всплеск эмоций, подарок, небольшую помощь системе торговли сюрпризами, сувенирами и цветами. Опять-таки к вам, Адин Залеевич, маленькая небольшая камушек. Я цветами не торгую. Да, да, да. Лично вы нет. Я их покупаю. Ваши близки, друзья, знакомые, торгуют цветами. Дело неплохое ведь. Я с детства приучил дочку, сейчас приучаю внучку к подаркам от дедушки, от папы. Обязательно. Шикарные, хорошие. От близких мужчин. Ну, самый главный же я. Для них. Да как, на скольки лет? У дочки муж есть, уже все. Сейчас внучка. То есть наши подарки, наши подарки, проявление не только внимания нашего женщины. Это проявление благодарности Всевышнему. Это забота о нас самих любимых. Чтобы, вот как ведь сказал Всевышний, установил между вами любовь и милосердие. Вот для этого мы делаем подарки. Не надо забывать, из кого мы родились на этот свет. Не из пробирки. Поверьте, никогда из пробирки человек не родился и не будет родиться. Для всех для нас рахима. Как в Коране сказано. Рахима. Милость. Это мать. Это ее нутро. Так? Да. Мы защищаем своих жен, своих сестер, матерей, своих дочерей, внучек. Ведь как, буквально вот в прошлую пятницу я рассказывал людям в мечети, напомню просто слушателям, что вы смотрите, каково было положение женщины во времена невежества, язычества, когда женщина стоила дешевле лошади. Ну, как, от лошади столько пользы. От любого ишака пользы больше, говорили невежды мужчины. А от этого рождались моральные уроды. Великие люди начали рождаться. Когда подняли статус женщины в обществе, и Всевышний через своего посланника Мухаммад Амир ему сказал. Рай Аль-Джаннат находится под ногами ваших матерей. Вот насколько уровень женщины был поднят. Женщины-матери. Естественно, женщины-матери. Наши сестры становятся чьими-то матерями. Да, конечно. Наши дочери матерями наших внуков замечательных. А если она не мать? Она в любом случае. Она женщина. Женщина. Спасибо. Но когда Хаджи говорит эту фразу, если я не прав, Хаджи меня поправит. Он, когда говорит эту фразу, он имеет в виду, что эта фраза прежде всего относится к детям этой матери. Мне очень нравится мысль, которая сейчас, простите, пожалуйста, Ази Савельевич, мысль, которая сейчас была озвучена, что статус женщины, именно статус женщины, поднятие этого статуса обеспечило развитие цивилизационного нормального. У меня мозги юридические, я рассуждаю именно так. Да. Больше эмоций, больше мозгов, вот именно у женщины есть статус. Это полноценный человек. Как мужчина. Отец усилий. Можно я тоже добавлю, раз мы заговорили о таком уже понятии, как статус женщины. Действительно, если говорить с точки зрения православия, то именно христианство впервые очень серьёзно поднимает понимание человечества о праве и о положении женщины в обществе. Апостол Павел, когда характеризовал положение соотношения разных людей, он произнёс знаменитую фразу о том, что во Христе нет иудея и эллина, то есть нет преимущества по национальности, нет раба и свободного, нет преимущества по статусу. И нет мужеского пола неженского. То есть для Бога нет преимущества в том, что ты мужчина или в том, что ты женщина. Потому что до этого понимание было совершенно другое. То есть мужчина был существом намного более высшего порядка, нежели женщина. Это касалось прежде всего язычества. И дальше продолжаем. «Все бо вы едины во Христе Иисусе». То есть именно христианство даёт миру понимание того, что женщина и мужчина равны. Но их равенство не исключает различия их деятельности. Каждый, и мужчина, и женщина на своём поприще могут достичь этой главной цели – единства с Богом. То есть едины во Христе Иисусе. Именно поэтому христианство научило человечество признавать в женщине все общечеловеческие нравственные достоинства, права и назначения. И поэтому, когда мы говорим о том, каково положение женщины в христианстве, каково её воззрение, то мы можем обратить внимание на несколько евангельских эпизодов. Например, когда Христос проповедует по всей земле, рядом, собственно говоря, месту своего земного подвига, то, соответственно, рядом с ним находятся женщины. Он их привечает, он относится к ним совершенно как к равным. Вспомним, как он приходит в гости к Марфе и Марии, и Марфа начинает бегать, суетиться, расставлять горшки, а Мария остаётся у его ног и слушает его учения. И он укоряет именно Марфу за то, что та стала бегать, а Мария сделала главное – стала слушать его учения. То есть получается, что ни о каком принижении женщины, что вот, дескать, домашний хлопот – это её, а духовное просвещение – это удел только мужчин, нет речи. Все в обретении истины, все в спасении души находятся в равном положении, в абсолютно равном положении. И таких примеров в христианстве можем привести множество. Тоже трогательное отношение каждого православного христианина к образу Пресвятой Богородицы. Ведь к Божьей Матери мы обращаемся как к самому, можно сказать, близкому человеку, человеку, который в своей жизни много пострадал и стал ходатаем за всех людей перед своим Сыном Господом Иисусом Христом. Поэтому, конечно же, основы положения и воззрение церкви на женщину, они очень высоки. Они подняли женщину совершенно на другую ступень понимания и статуса относительно предыдущего языческого мира. Да, Нурислав Хаджи. Тогда развиваем тему. Про статусы. Да. Другое мнение вы просили, получайте. Да, мы очень ждем. Всевышний Аллах в Коране сказал, естественно, я цитирую первоисточник обязательно. Сау из-за билляхи. Что означает? Мужчины в статусе над женщинами. Они руководят женщинами. Потому что Аллах дал одни преимущества перед другими. И потому что они, мужчины, расходуют на женщин свои средства. Праведные женщины – это те, которые покорны своим мужьям. И хранят то, что должны хранить в отсутствии мужей. И Аллах оберегает их, женщин, через своих мужей. Здесь, конечно, речь идет о распределении ролей в семье. Тем самым Аллах налагает на мужчин обязанности, давая им возможности. Там мужчине он дал, создав мозг, разум. Девять десятых мужчине, одну десятую женщине. Опять-таки красота. Добавляем с 8 марта на женщин. Погодите, это нас обязывает. Мы слушаем. Вы погодите, не спешите. Это мой вообще-то день. Всевышний создал. Мой день. А я же мужчинам напоминаю. Чем они должны пользоваться? Всевышний создал красоту. Девять десятых дал женщинам. А на всех на нас одну десятую. Равенство есть? Так вот, посланник Аллаха, Мухаммад, мир ему, однажды сказал, вспомнив вот это, то, что я сейчас говорю, я вспоминаю слова про посланника Аллаха, он говорит, «У слада моих отчей в этом мире женщины. А мы обязаны, мужчины, мусульмане, руководствоваться тем, что сказал посланник Аллаха. И он же установил вот эти отношения эмоционально к женщине. Это у слада наших отчей. И права и обязанности между мужчиной и женщиной, как сказал Всевышний, мы обеспечиваем, защищаем, мы ведем себя как мужчины. А женщина является украшением нашей жизни». Ну, времена изменились очень серьезно с тех пор, как посланник Аллаха давал свои рекомендации. Основные постулаты, конечно, сохраняются незыблемыми. Но, тем не менее, роли женщин и мужчин в современном мире в значительной степени изменились, Илья Салевич. И поскольку мы здесь обсуждаем, мы здесь обсуждаем, есть масса женщин, которые живут без семей, точно так же, как и мужчины. Есть очень высокий процент разводов, где не несут ответственности ни мужчины, ни женщины в итоге за последствия. Есть, если уж мы заговорили с вами о совете отцов, Ази Салевич, есть очень большая проблема по поводу ответственности отцов, которые оставляют женщин с детьми. Помните недавний случай с трехлетней девочкой, да? Отец свою дочь видел в момент, когда она там родилась только. И с тех пор он не знал, как живет его мать, как живет его дочь и что с ней еще происходит. Ну, я случайно вчера узнал, что в возрасте 8 месяцев его посадили в тюрьму за разбой. 8 месяцев? Когда ребенку было 8 месяцев. Да, он сел в тюрьму. Есть много вот таких нюансов. Они не могут просто не находить отклик, особенно в сердце женщины, когда говорят о том, кто должен кем управлять и кто должен другие обязанности нести. Мне кажется, что современный мир, конечно, изменил абсолютно все эти коннотации. Но бывают дни, Нурислав Хаджи, когда очень хочется... Чтобы было так. Чтобы было так. Правда, они проходят, но регулярно возвращаются. Можно я высказать тоже по этому вопросу? Действительно, Нурислав Хаджи затронул тему соотношения мужчин и женщин, и вы справедливо указали на то, что современный мир допустил достаточно много искажений вот этого идеального соотношения мужчин и женщин. Но обращаю ваше внимание, что главным и идеальным, то есть важнейшим особенностью стало то, что в христианстве появилось понятие святости брака. Святости брака. Причем это стал не просто договор между мужчиной и женщиной, не просто властвование мужчины над женщиной. Это брак стал пониматься в христианстве как священное таинство, как образец связи между Христом и Церковью. И причем христианство и Церковь стало блюсти единый, неделимый супружеский союз. Ведь до христианства в язычестве вполне допустимо было многоженство. Отец мог спокойно, просто дав документ о том, что он больше не хочет жить с той или иной своей супругой, отпустить ее. Все его обязательства перед супругой заключались в том, чтобы дать ей документ о том, что он больше с ней не живет. Все. А христианство сказало, нет, это священный союз на всю жизнь с одним человеком. И вот это дало женщине совершенно другой уровень прав. Потому что женщина перестала чувствовать себя человеком, который обладает только обязанностями и может быть брошенным, если она с этими обязанностями по каким-то причинам не справится. Нет, два человека стали единым телом и единой плотью. Причем даже такое явление, как расторжение брака, признавалось церковью, естественно, по словам Христа, как то, что не должно быть, как то, что является прямым нарушением Божьих заповедей. Развод – это глубочайшее искажение человеческой жизни. Это самая крайняя, можно сказать, печаль, которая может быть между людьми. И согласитесь, это очень важно для женщины – чувствовать такую поддержку, чувствовать такую, можно сказать, стену за собой со стороны самого Господа. – Получается, какая-то борьба между мужчинами и женщинами. Многовековая борьба, от которой, в общем-то, никто не выигрывает. Так? А подогревает эту борьбу кто? – Шайтан. Один раз посланник Аллахомир ему сказал, сидит Иблис проклятый сатана со своим воинством, сидит на своем троне, отправляет одного своего шайтанчика в одну сторону, с заданиями другого шайтанчика в другую сторону. Они приходят и докладывают ему, о, великий там наш господин. Я, один говорит, я сделал так, что один человек согрешил, убил другого человека. Иблис ему говорит, ты ничего не сделал. Другой приходит и говорит, я довел человека до прелюбодеяния. Иблис ему говорит, ты ничего не сделал. Третий говорит, я стал поводом того, что мусульманин отрекся от веры. Иблис ему снова говорит, ты ничего не сделал. И приходит четвертый шайтанчик и говорит, я стал поводом для того, чтобы муж и жена развелись между собой. И тогда Иблис ему говорит, вот ты самую главную работу мою сделал. И поэтому у нас это будет самый главный праздник, когда муж и жена разводятся. Это достоверное предание от пророка Мохаммада, мир ему. И когда мы с вами говорим, рассказываем, получается некая картина того, что идет война. Непонятно для чего. Разными нехорошими средствами. Да, Света? Война между мужчинами и женщинами. Друг другу никто не поддается почему-то. Поэтому очень много остается на земле одиноких женщин, одиноких и мужчин. Сатана же подталкивает. Оставаться одному. Гораздо лучше дерево расти в роще, чем одинокому, да, в пустыне. Поэтому я призываю всех мужчин обратить внимание на женщин. И на законных, естественно, основаниях расстелать крыло милости своей над ними. А женщинам обратить внимание на то, что они женщины. И дать мужчинам возможность это крыло над ними все-таки расстелить и пользоваться всеми благами Всевышнего Аллаха, которые он создал и дает этим женщинам от нас, от мужчин. Добрее надо быть. Всем людям на земле, да. Я, кстати говоря, у меня тоже есть один сюжет про 8 марта. Больше 20 лет назад, ну, или нет, ровно 20 лет назад, когда я жила в Канаде, я 8 марта оказалась в Торонто. И это был потрясающий совершенно опыт, потому что совершенно неожиданно для меня я встретила огромное количество мужчин, которые носились по городу с букетиками мимозы и гвоздик. Это были русские мужчины, которые спешили поздравить своих женщин с 8 марта. То есть даже переезд, перемещение в далекую заокеанскую страну, вот этот праздник убить был не способен. И у мужчин есть потребность над женщинами расстилать крыло и поздравлять их, дарить им цветы. И это очень приятно, конечно. Действительно, если мы посмотрим на христианский брак, то он дает нам некую картину в соотношении обязанностей мужчины и обязанностей женщины. И мы видим, что, вот, ну, Ислам Хаджи упомянул, что, возможно, возникает некоторая борьба между мужчинами и женщинами. На мой взгляд, она может возникнуть только тогда, когда та или иная сторона возьмет на себя несвойственные ей обязанности. Либо не столько возьмет несвойственные ей обязанности, потому что мы можем компенсировать недостатки других. Женщины могут компенсировать недостатки мужчин. Вот, женщины, например, учат в школе сейчас. Мало там мужчин в школе, в основном, женщины, да? Вот, вы компенсируете наши недостатки. Вот, женщины сейчас очень много лечат, очень много женщин-врачей, правильно? Вот, раньше были мужчины, мужчины не справились, стали это делать женщины и делать успешно. Женщины управляют городами и странами. Удачно и неудачно. Но! Как и мужчины. К 8 марта будем оставить удачный пример. Только удачный пример оставим. Но смотрите, если мы говорим об общих законах человеческой жизни, которые предполагают человеческое счастье, внутреннее человеческое счастье, которое основывается на душевном, на духовном спокойствии и уверенности, то здесь всё-таки главными направляющими является понимание того, что является приоритетом в жизни каждого мужчины и женщины. И вот здесь мужчина выступает как глава семьи, как защитник, как тот, кто даёт основу для жизни семьи, а женщина пользуется своим главным козырем, высокой нравственной силой, которую она имеет в кругу семьи. И реализует его в воспитании своих детей и в поддержании закона внутри семьи, то есть Божьего закона внутри семьи. Причём забавно получается в том, что когда женщина, пользуясь этой высокой своенравственной силой внутри семьи, она очень, вот когда в апостольские времена женщины попытались выйти и учительствовать в церкви, то апостол Павел написал такую знаменитую фразу о том, что жёны ваши в церкви, да молчат. А теперь женщины наделяются высшими санами в церкви и в христианской в том числе. Я объясню, почему. Я объясню, почему речь идёт о... В исламе тоже есть женщины, занимающие высокие посты. Я специально справилась. И здесь, смотрите, интересный момент. Почему апостол Павел вдруг сказал, женщины в храме да молчат, зачем? А он сказал, вот эту нравственную силу, ареал её примирения, это в первую очередь семья. Здесь, применяя эту силу, вы сохраните своё человеческое счастье, вы ним не рискуете, вы его приумножаете многократно. Но если вы этот свой талант будете реализовывать в общем учительстве, да, то есть у вас искушение серьёзное, что вы почувствуете власть над мужчинами. А это может привести, опять же, не обязательно приведёт, потому что люди разные, отношение к Богу у каждого человека разное, но может привести к глубокой духовной травме как раз для человека, который берёт на себя несвойственные функции. Вот. Именно поэтому церковь так аккуратно, но всё-таки продолжает настойчиво утверждать, что муж, глава есть жены. Вот. И мужа любите, своя жена. Света, мы ведь, смотри, мы ведь имеем в виду здесь как бы православную церковь, когда говорит. И я как мусульман считаю, что как православная церковь именно она является, так сказать, наиболее, ну, скажем так, отвечающей больше интересам. Хотя, может быть, мне не надо этого. Чьи, а не садись? Россия. Россия, да. А тут вопрос-то вот ещё в чём. Осталось там уже полторы минуты, я хочу сказать, что, к сожалению, действительно в современном мире так сложилось, что всё смешалось, да, как в песне поётся там дамы носят брюки, а мужчины носят в ухе сергу, да, так сказать, это уже поют как бы современные певцы. Но речь идёт о том, что когда мы говорим о мужчинах и когда нам отвечают, что где же ау, мужчины? А чё, мы все здесь? Мы здесь. А есть масса ситуаций, когда ау их нет. Или они где-то действительно, так сказать, зарылись и спрятались. Это к 23 февраля будем рассказывать. Я хочу сказать, что из того, что мы имеем в семье, мужики, вы слышите, ведите себя как мужчины, и тогда ваши женщины будут не только 8 марта счастливы. Хороший суп готовить. Да, но уже все 365 дней в году, и причём ведите себя как мужчины, в том числе вместе или в отношении своих детей. Потому что если вы своего мальчика не воспитаете как мужчину, то это приумножит те печали, о которых говорил отец Василий. Да, наше время подошло к концу. Всё-таки поздравляем нас, женщины. Я тоже могу поздравить с 8 марта. Искренне поздравляем. И спасибо вам за поздравления. И прощаемся с нашими гостями. Священник Василий Песцов был у нас в гостях. Нураслам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Азиз Агаев. Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ